Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео мы поговорим о новой информации о Xbox серии X. Сегодня, а если быть точнее, то прям несколько часов назад появилась просто тонна информации касаемо нового Xbox. Его показали со всех сторон, раскрыли подробности касаемо игр и много всего интересного. В общем, чтобы не томить, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте на этом видосе наберем как можно больше лайков, чтобы вывести его в топ. Если наберем 5000 лайков, то с меня розыгрыш какого-нибудь кода и давайте начнем. А начнем мы с позиционирования консоли. У нового Xbox будет три ключевых направления, мощность, скорость и обратная совместимость. Что касаемо мощности, то характеристики у вас на экране, можете с ними ознакомиться. Как-то оценивать я их не буду, ибо меня больше привлекает то, как показывает себя это железо в играх. И из новой информации, да и из старой, понятно, что 4К и 60 FPS это будет некий стандарт для нового Xbox. И самое интересное то, что 60 FPS это не предел. До этого момента я думал, что 120 FPS будет только лишь в 2D играх по типу Ори, но я ошибался. Возможность увеличения кадра в секунду будет и в масштабных проектах. И в той же Gears 5 разработчики уже изучают возможность, как настроить 120 FPS в мультиплеере. То есть как-то либо переживать за счет FPS и разрешения не стоит вообще. Xbox Series X действительно мощный аппарат, который без проблем сможет заменить мощный ПК. Если что, тот же Gears 5 для сравнения на Series X выдает ультра настройки ПК плюс 50% дополнительных эффектов. Опять же, это по информации, ибо на глаз, особенно через YouTube, это пока незаметно. И по сути из этого можно сделать вывод, что новая консоль Майков напрочь устранила ошибку первого Xbox One, который касался производительности. И теперь, покупая новую версию, вы можете быть уверены, что качество картинки там будет огонь. И так скажем, шуточки про 720p уже явно будут неактуальны. Что касаемо улучшений, которые видны даже сейчас, это торсировка лучей. И как по мне, это то, чем будет действительно отличаться новое поколение от старого. И если вдруг кто-то не верил в это, то Series X будет без проблем поддерживать эту технологию. И тоже Майнкрафт, для примера, стал выглядеть намного лучше. Ну, по сути, сами посмотрите на разницу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И как по мне, она стоит того, чтобы купить новое поколение, ибо это далеко не просто высокое разрешение. Опять же, все игры будут поддерживать данную технологию или нет, пока остается вопросом. Но сама возможность этого и наглядный показ уже радует. Кстати, обязательно напишите в комментариях, поменяли бы вы ради такой картинки свой Xbox One X, или останетесь играть на нем. Что касаемо скорости. Тут команда Xbox попыталась ввести к минимуму экран загрузок, и у нее, в принципе, это получилось. На официальном канале Xbox появились демо-ролики с демонстрацией новых функций, которые показывают ту самую скорость. Первый ролик показывает сравнение запуска двух одинаковых игр. Была взята Xbox Series X, Xbox One X и игра State of Decay 2. И как вы видите, мощь дает о себе знать. Второй ролик показывает наглядную демонстрацию функций, о которой я говорил в своих видео. А именно, переключение между играми, не закрывая самой игры. То есть, Xbox Series X способна держать сразу открытыми несколько игр. И данная функция нужна, по словам Microsoft, если вы вдруг играли в одиночку, и вас позвали вдруг в онлайн. И пока вы переключились, первая игра будет стоять на паузе. И как по мне, данная функция очень пригодится в тех играх, в которых нужен временный гринд. Открыли, сделали нужные дела, закрыли и играете уже в новую игру. При этом прокачивая что-то из первой. Как по мне, это очень удобно. Кстати, по демо-роликам можно заметить, что дашборд новой консоли, скорее всего, останется тот же, что и у консоли Xbox One. И знаете, как по мне, это печально, ибо хотелось увидеть что-то новое, анимированное. Но опять же, поживем и увидим. Помимо этого, нам была показана еще специальная карта, которая будет расширять память нового Xbox. Она обеспечивает высокую скорость чтения, которая будет колебаться от 200 до 250 баксов. И на данном этапе я все еще не понял, будет ли возможность расширить память путем подключения простого внешнего накопителя. По информации сети, пока известно, что с простого накопителя, новый Xbox может лишь запускать игры с предыдущего поколения. И как по мне, если у нового Xbox нельзя будет расширить память простым внешним накопителям, это будет плоховато. Ибо покупать расширение памяти за такой ценник явно будет неохота. Что касаемо обратной совместимости, Xbox Series X способна запускать игры с прошлых Xbox. То есть да, официально Xbox Series X сможет содержать в себе три прошлых поколения. Xbox Original, Xbox 360 и Xbox Series X. И да, это еще не все. Благодаря своей архитектуре, старые игры получат ускоренный запуск, ускоренную загрузку, улучшенную производительность, естественно повышенное разрешение и улучшенное качество картинки. И самое главное то, что это все реализуется без вмешательства разработчиков. Помимо всего, показали еще новый геймпад, который мало чем отличается внешне, но по информации он все-таки чуть удобнее и лучше чем старый и станет намного удобнее тем, у кого маленькие руки. И да, если что, его можно будет без проблем подключить к консоли Xbox One. Если вдруг кто не в курсе, то новый контроллер обладает новой крестовиной, более приятным материалом, ребристыми курками и дополнительной кнопкой поделиться. И да, он все еще будет на батарейках, но как по мне это не беда, ибо можно купить съемные аккумуляторы и не париться вообще. По поводу внешнего вида, он остался таким, как его показали в трейлере. И сливы задней стороны все же оказались правдивы. И если что, вот так вот новый Xbox будет выглядеть по сравнению с Xbox One X. И как по мне, разница весьма весома. Кстати, за счет своего вида, новый Xbox будет иметь очень крутое охлаждение, которое явно не даст перегреться консоли и в то же время обеспечит очень тихую работу. Надеюсь, что она позволит консоли не шуметь с течением времени. На самом деле, я в шоке от такого количества информации по поводу нового Xbox, ибо я даже не представлял, что она будет именно сегодня и в таком количестве. И в любом случае, мне кажется, что рассказали точно не все, и самые интересности, скорее всего, будут либо завтра, либо уже на E3. В любом случае, радует то, что новый Xbox потихоньку раскрывает карты, в то время, пока Sony показала лишь логотип. Единственное, что не прояснили, так это цену. Это тоже весьма главный фактор выбора игровой приставки, но я почему-то думаю, что она будет стоить все-таки от 500 баксов. А в России она у нас будет продаваться под 50к и даже больше. Но опять же, это лишь мои догадки, поэтому поживем и увидим. Если честно, я вообще переполнен эмоциями, ибо все произошло реально внезапно, и я еле-еле как закончил делать ролик сегодня, считайте, тупо убежал с работы. Короче, с вас обязательно лоис под этим видосом. Но о своих впечатлениях, о том, что думаю по поводу всего этого, я запишу отдельный видос. И там уже более детально обратим на некоторые моменты. И да, если что, некоторые зарубежные блогеры уже увидели в реальности тот самый Xbox Series X. И я им, если честно, слегка завидую. Но думаю, что у меня тоже получится на первых порах получить новую консоль в своей стране. В принципе, на сегодня все. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также на нашу группу ВКонтакте. Ибо, по сути, именно там выходят все актуальные новости, связанные с Xbox. И они, кстати, там выходят намного быстрее, чем я делаю видео на Ютубе. И за это нужно сказать спасибо Лехе и команда 1138, которая наполняет группу новостями. Поэтому подписывайтесь и следите за новостями в нашей группе. Их будет реально много в ближайшие пару дней. Также не забывайте писать свое мнение по поводу новых подробностей. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok